В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Поэтапный выход из самоизоляции страна готовится к снятию ограничительных мер. Депутаты на удаленке. Впервые в истории Думы Сарова прошло заседание в дистанционном режиме. На информационных и развлекательных волнах. 7 мая в России отмечается День радио. Далее расскажем обо всем подробно. Россия вслед за Европой начинает смягчать карантинные меры. План выхода из режима самоизоляции был представлен в ходе совещания Владимира Путина с правительством и губернаторами. На первом этапе людям разрешат заниматься спортом на свежем воздухе. На втором – гулять с родственниками. Третий этап предполагает открытие всех магазинов и ресторанов. Принимать конкретные решения на каждом из этапов будут губернаторы. Роспотребнадзор предлагает им исходить из следующих показателей. Темп прироста заболеваемости. Свободный коечный фонд для госпитализации больных. Показатель охвата тестирований, чтобы понимать, насколько широко распространена инфекция. Тем временем в ряде регионов России ослабление режима самоизоляции уже начались. В Карелии в пяти муниципалитетах открылись все магазины площадью до 200 квадратных метров. Парикмахерские. А также косметические салоны. Кроме того, на майских выходных там заработали общественные бани. В Воронеже с 14 апреля открылись парикмахерские и салоны оптики. Выходить на работу также разрешается сотрудникам судов, адвокатских и нотариальных контор, органов дознания и следствия, судебно-экспертных учреждений, а также организаций, оказывающих ритуальные услуги. В Саратовской области первых посетителей по предварительной записи уже принимают парикмахерские, химчистки и автосалоны. При этом в зале должен находиться только один клиент. А работники обязаны надевать средства индивидуальной защиты. Самым открытым регионом оказалась Башкирия. Там работают почти все организации по продаже товаров и оказанию услуг. Нижегородская область также подготовила план мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Большая часть мероприятий должна быть реализована до 11 мая включительно. Организации предприятий региона будут распределены на 5 групп в зависимости от значимости их виды деятельности для экономики и социальной сферы региона. Также будет учитываться уровень эпидемиологической опасности и географическое положение. Зеленая и красная зоны и зоны карантина. При этом на всех территориях смогут работать предприятия, крайне важные для жизнеобеспечения регионы и системообразующие. Функционирование остальных будет зависеть от их готовности и минимизировать риски распространения коронавируса. Деление предприятий на категории и их анкетирование будет проводиться на портале карты жителей Нижегородской области. В Сарове появился новый зараженный коронавирусом. Этот человек вернулся из Москвы. Как отметила главный санитарный врач по Сарову Ирина Игнатьева, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в столице и многочисленные предупреждения, жители нашего города все равно продолжают свои поездки туда и обратно. Похожие ситуации и с теми, кто хочет попасть в Дивеево или вернуться оттуда. Это бесконечная тема, бесконечные звонки, бесконечные проблемы. Люди почему-то считают, что карантин не для них. Что я где хочу, там и живу. И у меня свобода перемещения. И нарушаются мои права. А при том, что эти люди нарушают права и право, самое главное право на жизнь и здоровье своих окружающих людей, вот об этом почему-то забываем. Мы помним только про свои права. Также Ирина Игнатьева рассказала, что на карантине находится 62 человека. Им запрещен выход из дома. Однако периодически некоторые из них свои квартиры покидают. О нарушителях жителям города предлагают сообщать в полицию. Седьмого мая впервые в истории прошло заседание Городской думы в дистанционном режиме. Из-за пандемии депутаты были вынуждены перейти на новый формат работы. На повестке стояло восемь вопросов, в том числе предоставление отсрочки по арендным платежам для субъектов малого и среднего бизнеса. Вопрос поддержки малых и средних предпринимателей остро стоит еще с конца марта. Многие парикмахерские салоны, спортивные досуговые объекты, магазины закрыты. Никакой прибыли их владельцы не получают. Эту тему вынесли на заседание Городской думы, которое проходило в дистанционном режиме. В решении о бюджете мы говорим о возможности субсидирования субъектов МСП, субсидирования по заработной плате, по коммунальным платежам или даже самозанятым гражданам субсидировать их недополученный доход. То есть мы, по крайней мере, открываем сегодня эту возможность. Но понятно, что помощь будут получать те, кто действительно не работает, кто сегодня простаивает, кто несет убытки. Пока предложили отсрочить арендные платежи, начиная с 1 апреля до конца июня. Это даст возможность взять паузу и проработать другие варианты, которые нужно согласовать с областным правительством. Отсрочка касается не всех предпринимателей. Это касается тех, кто арендует помещение напрямую у муниципалитета или у муниципальных предприятий, учреждений, у которых в хозяйственном ведении есть муниципальные площади. Те, кто арендует земли у муниципалитета. Также на сессии обсудили возмещение управляющим компаниям части затрат на дезинфекцию подъездов, изменение положения департаментов администрации и выдачу жилищных сертификатов. Повестку депутаты получили заранее. У них было несколько дней, чтобы обсудить вопросы со специалистами. Мы направили всем по электронной почте опросные листы, где 8 вопросов повестки дня отображены, и напротив каждого из них есть возможность поставить галочку «За», «Против» или «Воздержался». Ну и поставить свою подпись. Эти листы для голосования депутаты отправляют, сфотографировав предварительно или отсканировав этот листок на электронную почту, но обязаны также его в оригинале доставить в Думу. Сотрудники аппарата Думы почитают голоса по каждому из вопросов повестки дня и оформят протокол заседания. Процедура займет около недели. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Единый государственный экзамен может быть перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса нового типа. Это может быть как начало августа, так и середина июля. В Министерстве просвещения отметили, что проводить экзамены будут только при полной уверенности в безопасности. Напомним, 1 мая были обозначены следующие сроки завершения текущего учебного года. Для 9 и 11 классов ведомство считает подходящим днем 5 июня. Для 10-ти классников этот учебный год должен закончиться 30 мая. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Технопарк Каванториум Саров включился в борьбу с коронавирусом. Преподаватели проекта изготовят для медиков 100 комплектов защитных экранов и заушников. Все детали напечатают с помощью 3D-принтеров и передадут в КБ-50. С начала пандемии тысячи людей по всему миру начали применять свои технические знания и навыки, чтобы изготовить средства индивидуальной защиты и другие медицинские расходники. Присоединиться к этому движению могут все желающие. Совершеннолетние саровчане, которые умеют пользоваться 3D-принтером и хотят помочь победить пандемию, могут обращаться к руководителю проекта Каванториум Саров Екатерине Никулиной в социальной сети ВКонтакте. В Нижегородской области продолжает работу горячая линия, по которой граждане могут сообщать о животных с подозрением на бешенство. Звонки от жителей круглосуточно принимают по номеру 8 831 269 21 64. Напомним, 9 случаев бешенства зафиксировали на территории Нижегородской области с начала этого года. Роспотребнадзор советует избегать контактов с дикими и безнадзорными животными. Ежегодно вакцинировать против бешенства своих питомцев, а в случае укуса незамедлительно обращаться в больницу. За полтора месяца режима самоизоляции бизнес понес колоссальные убытки. Одной из мер поддержки предпринимателей стали налоговые льготы, отсрочки уплаты налогов и страховых взносов. Также власти изменили сроки подачи документов. Некоторые процедуры можно сделать в упрощенном формате. Подробности в следующем репортаже. В нелегкое для бизнеса время Федеральная налоговая служба в возможности упростила оформление документов. На официальном сайте ведомства функционирует более 50 сервисов, которые позволяют общаться с налоговой без личного контакта. С 30 марта более 600 саровчан сдали декларацию по форме 3НДФЛ через личный кабинет портала налоговой службы. Юридические лица индивидуальных предпринимателей, имеющие усиленно квалифицированную электронную подпись, в том числе полученную при регистрации КАС онлайн, могут предоставлять бесплатно налоговую отчетность, кроме отчетности по НДС, с сайта фнс.налог.ру. Для этого необходимо воспользоваться сервисом налогового учета в представлении налоговой бухгалтерской отчетности. Риски распространения коронавируса повлияли на сроки сдачи отчетности, уплаты налогов и взносов в 2020 году. Перенос сроков предоставления налоговой отчетности действует для всех организаций и индивидуальных предпринимателей. Также правительство решило продлить до 15 мая 2020 года срок сдачи налоговых деклараций по НДС за первый квартал 2020 года и расчеты страховых взносов. Декларацию по форме 3НДФЛ о доходах, полученных в 2019 году, необходимо сдать до 30 июля. Срок уплаты налога для физических лиц не продлен, и он также остается 15 июля 2020 года. На сайте налоговой предусмотрен сервис для приема заявлений от предпринимателей о прекращении деятельности. В период карантинных мер разрешили направлять такие заявления без усиленной электронной подписи. Обязательно нужно приложить все необходимые документы и квитанцию об оплате госпошлины. Еще одна мера поддержки для бизнесменов – оформление о срочке или рассрочке на уплату налогов. Для этого нужно соблюсти два условия. Во-первых, организация или индивидуальный предприниматель должна относиться к пострадавшим отраслям. Снижение выручки за первый квартал и последующие репорталы 2020 года должно быть не менее чем 10%. А срочка предоставляется по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году. Также по ним должна быть сдана налоговая декларация. Если вы напишите заявление до того, как сдали налоговую декларацию, вам однозначно отказано в предоставлении отсрочки и рассрочки. ФНС рекомендует одновременно с подачей налоговой декларации подавать заявление на отсрочку и рассрочку всем предприятиям и организациям, которые как раз относятся к пострадавшим отраслям. Еще одно условие – АКВЭД по основному виду деятельности должен быть зарегистрирован до 1 марта 2020 года. Если дела у предпринимателя неважные, то тогда он может написать заявление на рассрочку и выплачивать налоги частями. Для этого нужно предоставить график погашения платежей, а также на выбор – банковскую гарантию, поручительство платежеспособного лица или залог ликвидного имущества. Помимо прочего, у этой меры поддержки есть еще одно преимущество – не начислят пенни. 7 мая в России отмечают день рождения радио. Его история началась 125 лет назад. Российский физик и изобретатель Александр Попов провел первый в мире сеанс радиосвязи и представил первую беспроводную приемно-передающую радиосистему. В 21 веке День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов и радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране и мире, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. Здравствуйте! В студии с новостями нашего города Константин Перевозчиков. Вот уже более 9 лет Константин Перевозчиков работает на радио. Он рассказывает саровчанам обо всем, что происходит в нашем городе. Перед каждым выходом в эфир Константин тщательно готовится, подбирает интересные новости и старается все сделать на высшем уровне. Он понимает, что результаты его трудов по радиоволнам дойдут почти до каждого саровчанина. Сейчас новости искать гораздо проще, чем это было нашим коллегам лет 30 или 40 назад, потому что есть интернет, есть масса других источников, есть, в конце концов, инсайды, из которых можно узнать информацию, которая не подтверждена, но, скорее всего, будет правдивой. Сегодня в Сарой вещают более 20 радиостанций. Одни из самых популярных в нашем городе. Радио 7 на Семи Холмах, Серебряный Дождь и Радио Рекорд. Их общий охват аудитории – более 100 тысяч человек. Все радиостанции так или иначе покрывают целевую аудиторию, наиболее платежно способных клиентов и предоставляют максимум возможностей для рекламодателей, для поддонесения информации о своем продукте и так далее. Поэтому можно обращаться в рекламное агентство наше и по телефону 37 260 и получить полный спектр услуг. Сигналы передаются с радиотелевизионной башни. Традиционно в день радио самая высокая башня Сарова зажигается разноцветными огнями и создает своим видом атмосферу праздника. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. Желаем вам всегда быть в курсе событий. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. На церковном гуманитарном складе и в храмах Сарова закончились продукты, которые всегда передавали малоимущим, многодетным и семьям в трудной жизненной ситуации. Из-за пандемии коронавируса нуждающихся стало больше. Как можно помочь тем, кто лишился дохода и не может сам купить продукты? Об этом наш следующий репортаж. Гуманитарный склад перестал работать еще до объявления режима повышенной готовности. Несколько недель его двери были закрыты, волонтеры не принимали пожертвования и не выдавали одежду нуждающимся, но разносили продукты старикам и многодетным. Раньше еду на склад передавали храмы, но в апреле закрыли их. Храмы принимали продукты на поминовение усопших родных. Это такая традиция давняя в нашей церкви. Люди часто спрашивают, куда идут продукты, которые мы приносим в храм. Они именно идут на поддержку нуждающихся людей. Есть семьи многодетные, которые прикреплены к разным храмам. У нас в основном два храма оказывают такую поддержку. Есть люди-инвалиды, есть одинокие матери или отцы. После обсуждения с представителями церкви волонтеры решили принимать записки о поминовении или здравии за продукты на своем складе. Их можно положить в крытый короб на крыльце здания на Пушкино 24А. Переносить лучше не портящиеся продукты. В первую очередь мы сейчас просим консервы, потому что мука, крупа еще в некотором запасе у нас есть, подсолнечное масло тоже имеется. А вот консервы – это говядина, тушеная свинина, рыбные консервы, какие еще молочные, какие-то сгущенное молоко. Вот это оно и дорогостоящее, и в то же время, если у тебя есть крупа, масло, ты уже можешь себе сделать кашу с мясом или рыбный суп. Это уже более питательная еда. Из пожертвований формируют продуктовые наборы, которые волонтеры разносят адресатам. Одежду на складе пока не принимают. Ее некому сортировать и запрещено выдавать. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин